Всем привет, я София Гобрик. На этот раз я хотела бы рассказать немножко о том, как я обычно готовлюсь к паре, когда гости приходят достаточно неожиданно. Сегодня с утра мне позвонили мои друзья, говорят, у них есть повод пойти ко мне. Это какой-то милый сюрприз будет, насколько я поняла, с намёка. И я, конечно же, решаю быстренько подготовиться к паре. Сегодня будет паре. И когда, естественно, я как нормальный занятый бизнес-человек, бизнес-леди, конечно же, мне некогда долго разготавливать, а вот я всегда, как предусмотрительная, как меня научила моя бабушка, надо всегда быть предусмотрительным, потому что гостям мы всегда рады, конечно же, но чтобы никто не застал расплох, надо что-то всегда иметь в морозилке, чтобы быстро приготовить. И, конечно же, мои гости были рады, потому что и я к ним приду, и они ко мне придут ещё. Чем больше дружбы, чем больше позитива, тем, конечно же, намного лучше. Вот сегодня будет паре в моём доме. Я начинаю готовиться к паре. Вот. И такие торты я всегда имею у себя в морозилке. Это такой торт, в общем, что хорошее в американских духовках. Потому что все три могут поместиться одновременно, согласно инструкции. Надо разогреть духовку до 400 по фаренгейт. Я не помню, сколько это по цельсию сейчас. Ну, 400 по фаренгейт, но в плитках это всегда видно. И, значит, эти все трое помещаются. Поэтому все три будут жариться одновременно. Это замороженный, такой готовый тортик, что вот я его только из морозилочки взял, с магазина в морозилку. Из морозилки достал, в духовку, разогретую предварительно, до 400 по фаренгейту. И сразу оно будет уже готовиться, все три одновременно там жарятся. Главное, что самим не надо тесто месить, самим не надо эти ягоды собирать. Только поставил, включил, достал и поставил на стол. Очень мило. Вот, это один из моих любимых сортов. Мне лично он очень нравится. Разбори. Ну, здесь разные разбори. Потому что эти здесь и черные малина, и обыкновенная малина. И они там будут крупные такие, хорошие малиночки. Для меня лично это самый любимый сорт с малинами. Сейчас открою и покажу. Вот он вот такой. Когда его открываешь, он просто вот такой будет. А потом он будет зажаренный и красивый. Сразу вот у него тарелочка такая, чтобы его в ней жарить. Такая нормальная форма. Из этого, даже, это не пенопласт. Это пенопласт есть. В ней подкладывают, чтобы она не пружинила. И это уже фольга. Вот, это такая будет. Этот, в принципе, очень похож на него. Ну, у него вот это вот красиво. Это черри. Потому что это песочное тесто. Вот так давай, песочное. А там черри, это черешня. Вот есть сорт черешни, который называется сорт черри кислый. Это вишенка. А это обыкновенная черешня, которая больше сладкая. Вот сейчас с этой стороны откроем. Хотела показать специально. Вот, открываешь, и она готовенькая. Вот такая она будет красота. Тут еще ваниль с коричневым сахаром. В Америке очень заботятся о здоровье. Поэтому сахар предлагается коричневый, который не отбелен. Я не знаю, честно, чем отбеливают. Но я не думаю, что чем-то хорошим. И поэтому этот, когда не отбелен, для здоровья очень полезный. Хотя он выглядит не очень красиво. Вот. И потом вы сравните, вот когда он зажарится, он будет вот такой хрустящий, еще с сахаром посыпанный. Вот просто прелесть. Вот. И обратно его в грудь сейчас засуну. Что-то еще надо жарить. Я просто показываю, что очень легко, быстро сготовить. Главное, что все будут рады, мои дорогие друзья. Вот. Это лимонный. То есть очень вкусно. Лимонный. Мне вот лично не очень нравится, но мои друзья от него обычно в восторге. Особенно у меня есть хорошая подруга одна. Моя подруга еще с 86-го года. Вот. И это моя хорошая подружка. И поэтому для нее я специально покупаю, что есть лимонный. Лимонный. Это просто для моей подружки и для ее сестрички. Тут вот тоже такая, это здесь пенопластная прокладка, чтобы он не пружинил. Там. Это фольга. Из фольги, такой прочной фольги, такая вот тарелочка. Вот. И здесь уже такое мы сразу, это такое, что берешь, сразу жаришь, но предварительно. Меня всегда забавляет, что они здесь пишут, кроме того, что они пишут состав по калориям, вот. Они обычно пишут, что не забудьте вытащить из тарелки перед тем, как вставить в духовку. Вот. Ну еще пишут, что он мануфактурит под лайсенсом таким-то, компания такая-то, что если у кого-то есть претензий к продукции, можно звонить и дать возврат. Кто-то из моих друзей говорил, что что-то они купили, было не тако. Что-то там не тако. И они дали возврат и вместе с возвратом получили еще 200 долларов компенсации за ущерб морально-материально. Ну, я возвращать не собираюсь и думаю, что это будет бесподобно вкусно. О! Это вот Клэм Джампер. Это такая хорошая фирма, надежная. Я этой фирме покупаю более 5 лет. Ни разу это не было конфуза. Очень хорошая. Вот. Дальше, что я хотела еще показать для пари. Вот сюда положим в коробочку и еще отнесу, зажарю. Дальше, хотела еще показать вот задним. У меня вот нравятся такие сорта пиццы. Хорошие, потому что приходят мои друзья, они, конечно, я знаю, что они моментально это все съедят. Я лично, мне вот нравятся такие, что там маслиночки были разного сорта, маслиночки, и не только просто один сорт сыра, здесь три сорта разного сыра есть, и папирони вот эти, и еще главное черные маслины. Мне вот нравятся черные. Вот, хочу показать, сейчас я ее открою вот этим. выглядит вот такая уже готовая пицца на тарелочку, и вот этим вот просто вскрываешь. Я таким инструментом пользуюсь, чтобы вскрывать очень легко и удобно. Сейчас я сразу покажу, как оно там. Вот оно еще, ладно, здесь типа миниатюрных фрикадельчик есть, мне это нравится, удобно. Ну ладно, можешь не вскрывать, или вскрыть. Ладно, все равно буду жарить, вскрою. Ладно, попозже. Ну в общем, я надеюсь, под целлофаном, сейчас я ее протру, под целлофаном, все равно ее все равно видно, какая она будет хорошенькая, главное ее все равно будет зажарить. Салфан можно протереть, а вот руками не брать, пока она не остынет, называется, даже когда она будет зажаренная. Это вот эти черные, у них это реклама, мне что у них нравится, что здесь, они пишут, вот это, аренал соус из бак, то есть, она выглядит, что здесь вот видно, что здесь красного соуса нет. Вот сама пицца. Вот смотри, какая она. Вот здесь, видно, что у кого-то соуса нет, но когда ее зажаришь, она будет нормально вся с соусом, потому что они его сделали специально внизу, он не то, чтобы как вот будет порошковый раскисает, а он будет именно вот там вот внизу. И когда она жарится, соус не вытекает, что будет противно, когда заляпывает всю эту духовочку. А этот именно не заляпывает, аккуратненько будет не потекший. И поэтому, там, видишь, у Диджорна, что хорошо, что у нее разные сорта, и маслинки есть, и зеленый перец, и три сорта сыра. И здесь все, все, все предусмотрено. И они пишут, что мы Диджорна, мы делаем как доставку, как для дорогих друзей, как для семьи. Ну, еще другой сорт, мне тоже нравится, тоже с маслинами, тоже пицца. И она, ее моментально можно зажарить, тоже. Они пишут 30 минут, и тоже 400, 450 по Фаренгейт, и всего 30 минут, поставили, и она готовая. Ну, вот эта, чем отличается, Red Baron, вот эта, она отличается тем, что она будет тоненькая. Есть любители тоненькой пиццы, но я доставать не буду, она тоже самая. В принципе, тоже маслиночки, тоже сыр. Вот. Значит, я ее туда, поставлю пока туда. Ну, она, в общем, очень похожа на эту, такая же. Просто эта фирма, она подороже. Red Baron, она немножко подешевле, поэкономнее. Ну, в принципе, я смотрю, что у меня, мои друзья, одни любители тоненькие, пиццы, а другие любители более толстенькой. Вот. Поэтому я для тех и для тех беру, одним тоненьким, другим толстеньким. Потому что я очень обожаю моих друзей. Вот, что я хотела показать, тортичек. Назовется дилемма, то есть, когда человек думает, что ему приготовить для друзей, чего получше. И вот они, дилемма, их два, или одному съесть, или с другом поделиться. И это вот, мой самый любимый вид тортиков. Что в нем хорошего, что вот он, главный этот, я хотела еще показать, она такая просто, вот говорят, цаца. Вот это просто прелесть. Чизкейк, это уже, который он холодный, замороженный. И вот его из морозилки доставишь, еще написали, keep frozen, то есть, его надо держать замороженным. И вон, что ты из морозилки достаешь, час просто стоит в комнатной температуре, он оттаивает. И его есть именно холодным. Потому что после танца, бывает обычно очень жарко, и холодный десерт в самый раз. Хоть для детишек, хоть для взрослых. Потому что ко мне приходят еще со своими детьми. А я детей обожаю. Вот. И главное, что как раз вот кому вот нравится, и нравится вот это именно холодный. Мой вот любимый сорт вот этот. Ну, моим друзьям нравится все остальное, а маме нравятся шоколадки. Вот. Чем оно отличается, хотел показать. Вот они пишут тут 4 флайверс, это 4 разных вкуса. То кседу вот это будет этот вот шоколад чипс, то есть там есть шоколадные вот эти крошечки, шоколад чипс, это вот этот. Вот. Вот такой плейн, это вот этот просто, я бы сказала, лысый. Вот такой односортный, гладенький. Вот. Маму называют это блондинка. Вот. А то еще есть вот этот трайповый шоколад, то есть это полностью весь шоколадный кусочки. В чем разница? Вот это вот мой любимый. Ну, сколько стоит, это 8 с половиной долларов стоит, если в розницу. Если купишь 5 одновременно, тогда они будут по 7 долларов уже. Но надо купить тогда 5. Ну, 5 у меня это друзья столько не съедят. Ну, поэтому у меня обязанность, я покупаю 1. Вот. Сколько стоит пицца, кстати, вот в нормальных вот магазинах я не обращаю внимания на уцинку, ну, просто краем глаза иногда вижу. Ее оригинал цена 8 долларов, иногда бывает в 8.99 это почти 9. А когда бывают такие промоушен, вот эти скидки дают, по скидке можно найти за 5 долларов, можно найти 4.50. Я краем глаза иногда их вижу, просто я на это не обращаю внимания. А когда, естественно, кому интересно, я, конечно, запоминаю все, что нужно и не нужно и запоминаю, потому цены я тоже знаю на это. Вот. тортики его основная цена, когда он без скидки, 9 долларов. Если вот эти большие, потом, хоть и говорят, но нет меры справедливости, они вес одинаковый, а вот эти вот коробки у него, у этого из-за воздушной коробки, коробочка самого упаковка крупнее. Но вес одинаковый, и цена у них тоже одинаковая. Есть вот в одних магазинах они за 9 долларов, в других они почти 10. и вот этот вот разбери, мой любимый сорт. Вот они по 9 долларов. Ну, покупаешь 9 долларов штука тортичек, вот этот 8,50. штука